Ну что, ребят, цирк продолжается, и доброделы дальше ходят по каким-то бомжатникам. Всем огромный привет! Рады видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Доброе Дело и о их совсем не очень добрых делах. В общем, цирк у нас продолжается. Мальчики сегодня поехали к Анатолию. Ну, это Анатолий мусорщик, который постоянно ковыряется в помойных баках и всё это тащит домой. Он мне, знаете, напомнил бабу Аню. Только, ну, баба Аня уже, слушайте, старая бабушка. А здесь вроде нормальный мужик с виду. Рассуждает, что-то говорит нормально, а вот занимается такой ерундой. И, в общем, что интересно, да, мальчики сейчас ездят как проверяющие, да, абсолютно никаких добрых дел, абсолютно ничем не помогают никому. Приехали, разузнали, уехали. Прям супер добрые дела, прям супер добрые мальчики. А потом плачут, да, что кто-то там на них клевещет. Ну, что вы доброго показали? Что вы доброго сделали? Приехали в дом к нищему. Ну, вы же видите, как живёт. А бы как. Хотя бы, слушайте, как с тем собакам, которые вывозили, костей привезли. А то даже и хлеба буханки не выделили ему, а ролик запилили. Круто, конечно. Ну, вообще-то, я уже говорила, Игорь, вероятно, там потратился сильно на всякие там ремонты кровати и прочее. Теперь надо уже поджимать пояса и снимать абы чё, абы для просмотров и без всякой помощи. Ну, это же так нужно. В общем, это же всё-таки работа. Это же надо зарабатывать, а не делать добрые дела. В общем, ну чё. Приехали, разузнали, показали нам худющую собаку. Ну, наверное, чтобы зрители снова писали, мальчики, покормите собаку, и в следующий раз вы приедете, привезёте косточек. Правда? Ещё заметила, что что-то с Димой не то. Я вот не знаю, слышали вы или нет, или это я одна прям такая ушастая, всё на свете слышу. Как он дышал на протяжении всего видеоролика. Вроде бы кросс не мотал, да? На машине приехали. А чё он так дышал? Такое чувство, слушайте, что что-то не так. Ну, почему такое частое дыхание и прям такое тяжёлое? Ну, чё дальше? Дальше нам, наверное, Андрей хотел показать всю эту нищету, весь этот бардак, грязь, для того, чтобы зрители либо на новый домик собирали деньги, либо предоставили жильё. И чё-то он сказал, что подписчики предлагали там какие-то варианты жилья для нуждающихся. Я не думаю, что эти подписчики, когда посмотрят на эту семейку, захотят засрать точно так же свой дом. Ну, простите за выражение, но именно так. Свет обрубили, рядом был дом, сгорел. Вообще, слушайте, когда мы смотрим вот всё это, наверное, на канале Доброе Дело, наверное, не только у меня, но и у вас, да, складывается впечатление, что это за Прокопьевск, да? Какие-то одни дыры нам показывают, какие-то такие дома страшные, что потом, когда уже идут съёмки в каких-то магазинах, там, с одеждой или с мебелью, прям не верится, что там такие магазины есть. Ну и, короче, в общем, видеоролик для того, чтобы, может, зрители помогут с устройством этой семьи в какой-то жилой дом. Ну, короче, я не знаю, ребят, ой, меня это слово поразит, надо как-то убирать, но, на самом деле, уже совсем и не смешно. Ничего доброго, ничего толкового нам не показывают. Иночку, дядю Витю, недовольного, пьяную Иночку, теперь ещё и Анатолия. Слушайте, ну сто лет у него не были, да? Да, и уже же рассказывал этот Анатолий про то, как его там где-то мошенники обвели, то ли кредит на его паспорт взяли, то ли что, и у него там удерживают 20%. Андрей ничего никогда не помнит про своих героев. Кстати, там, по-моему, он тогда и был, или Игорь был. Но я не знаю, как можно, даже если бы и Игорь снимал ролик, да, но, мне кажется, это Андрей там снимал, тоже спрашивал, то как можно не помнить всё, что рассказывают герои? Вы же с ними общаетесь, вы же их снимаете, вы же свои ролики, наверное, тоже просматриваете. В общем, не знаю ни о чём, абсолютно ни о чём. Смотреть совершенно нечего. При всём том, я вспоминаю видеоролики ребят с Бабой Галей, которые были по 30 минут, даже бывало и больше, и люди их ждали, было интересно, ну, согласитесь, да. А сейчас уже они стали 12-15 минут, максимум 16, сегодня вообще малюсенький на 10 минут. Чё за ролик? Для чего? Почему? Зачем? Кого уже следующим покажут? Я просто не знаю. В общем, мальчики, вы не плачьте. Вы не плачьте, что вас критикуют, но, блин, критика-то нормальная. Ну, чё вы показываете, а, людям? Чё показываете? Показываете какие-то руины, каких-то бомжей, алкоголиков. Почему им люди должны помогать, а? Ну, почему? Хороший комментарий у меня был, что сейчас трагедия, у вас случилась там трагедия. Помогите какой-нибудь семье, где потеря, потеря кормильца. Неужели нельзя найти, в конце концов, семью, которая нуждается, реально нуждается в помощи, если даже не финансовой, то физической. Помогите! Что вы показываете людям? Ну, просто в последнее время, ну, вообще смотреть абсолютно нечего. Если раньше ещё хоть какие-то посылки таскали, то теперь уже вообще просто приехали, бомжей поснимали и уехали. Ну, просили Дом Милосердия, да. В Дом Милосердия приехали. Так, слушайте, даже чай и к чаю не привезли. Просто-напросто с пустыми руками. Я говорю, проверяющие. Уже скоро этих проверяющих на порог никто не будет пускать. Потому что, ну, слушайте, наглость просто зашкаливает. И ладно бы канал с другим названием был. Ну, допустим, даже как у Вани, да, там что-то про бомжей, про алкашей, то и ладно. Но здесь доброе дело, мы вершим прям добрые дела. Мы помогаем, мы прям такие всемогущие. А на самом деле абсолютно ничем. Уже Ванька и то не приезжает с пустыми руками. И тот чё-то прёт этой иночке. На праздники то хоть крем для рук и то припёр, какие-то пряники припёр. А тут приехали узнать. Даже Алексей, типа, чё, приехали. Да поузнать мы приехали, поузнать. Не поузнать. Больно ты, Алексей, кого-то интересуешь. Ой, не Алексей, простите. Анатолий уже заговорилась на эмоциях. Больно интересует тот Анатолий кого-то. Никого он не интересует. Пилить что-то надо. Контент нужен. Снимать надо. Анима кого. Герои все испарились. Нету. Потому что связываться никто не хочет с мальчиками. Про их помощь знают все. В общем, ребят, я жду ваших комментариев. Жду вашего мнения. И, как всегда, всем прекрасного настроения. Всем добра, улыбок, позитива. Ну и, конечно же, мои хорошие, как же без здоровья. Здоровья вам. И еще раз здоровья. Берегите себя и своих близких. Обнимаю вас всех. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!